Вернёмся к моему новому проджекту, который продолжается. Это проджект «Целительная сила». Я уже вам рассказал, что они начитаны. Они выставлены в свободном доступе на канале. Вы могли бы их смотреть. Но как-то я посмотрел, сколько людей там смотрело. И, по-моему, некоторую часть из Тома 1 300 с лишним человек посмотрело. То есть абсолютно не интересуются. А другие вообще. Поэтому я вот так вот и решил сделать. Итак, оригинально преподносится методика биосинтез и биоэнергетика. То есть мы не говорим о тех каких-то упражнениях, методиках, которые влияют на биосинтез, на биоэнергетику. Мы сначала, я сначала в этой книге разъясняю, что такое биосинтез, что такое биоэнергетика, насколько я это всё дело понял. И потом далее, и далее, как раз и начинается рассказывать. То есть с теории мы переходим на практику. Что, чё и как делается. Итак, вот пройдя курс целительной силы номер 2, что вы получите, что вы будете знать. Вот оглавление, что я проходил. Основное знание о жизни и здоровье. Вот такой вот подачи нету. Есть там витамин Ду, вот он там влияет. А это ещё влияет. А это вот рубит ваши колени. Ещё нету, знаете, целостной картины, с чего всё это дело бы начиналось. Итак, часть первого, основное знание о жизни и здоровье. Первая глава, устройство человеческой машины. Как она работает? Если мы начинаем понимать, как работает наш организм, мы уже понимаем, где мы можем ему навредить и чем навредить. А где мы можем ему помочь и чем помочь. Вот тут уже, можно сказать, различные методики. Далее, индивидуальная конституция. Индивидуальная конституция, это не та современная какая-то конституция, которая, ну, конечно, что-то на какие-то знания даёт. Но, знаете, вот есть знания, они совершенно не те, которые нужны были бы, с которыми можно работать. Вот там сангвеник, холерик и так далее. Тут более детально, из каких блоков состоит вот именно человеческая там машина, как эти блоки между собой сочетаются, как они влияют друг на друга. Если в гармонии, то будет здоровье. А если они выходят, и из-за чего они выходят? Из взаимного равновесия. Какие признаки при этом возникают? То есть это совершенно другой уровень диагностики, который ещё древние знали. Они сейчас, я вот еду по своему городу, возле горбольницы. Одни медицинские эти самые анализы, анализы, анализы. Ну и что вы там вот разобрались с анализа? А сложить до кучи не можете, просто-напросто. Просто тупо зарабатывают на анализах. А что дальше? А дальше, а дальше. А дальше лечение какое-то непонятное, неэффективное. Это так мягко я это ещё сказал. Далее. Глава третья. Возрастные изменения человеческого организма. Вот я совсем недавно смотрел кино, буквально-таки дня два назад. И там, значит, богатая женщина, она не хочет там стареть. У неё личный врач, она с ним, значит, общается. И вот рассказали же им, что, мол, вот ДНК имеется, вот там гены имеются. И она так говорит, ну вот, мол, ДНК – это всего лишь навсего программа. А как бы на эту программу, вот почему её не включить, и человек будет жить молодым, и, как бы сказать, и вечно жить? Суть-то заключается не в том, что надо воздействовать на эту ДНК. А надо смотреть на организм в целом. Почему он стареет? Помогите, вот в ДНК залезли, и думают, там надо какую-то программу перещелкнуть, и человек будет жить там вечно, будет вечно молодым. А в общем, они не видят, что, оказывается, человек прогрессивно, с возрастом, не ДНК теряет, а он теряет воду, теплоту и жизненную энергию. Вот он что теряет. А как ДНК были, так у него и остаются эти ДНК. И чтобы мы их там не крутили, толком с этими программами ДНК не будет. Потому что в целом это всё влияет. Целое влияет на вот эти вот там составляющие кирпичики. Ну вот такой вот подход, и вот-вот создаётся у них мнение. Да как же так? Вот ДНК программа, а мы не можем её как-то там включить, расключить, чтобы жить вечно, а как-то должны по-другому. Неправильный подход, неправильная установка ведёт куда угодно. А тут вы, по крайней мере, познакомитесь. Что такое возрастные изменения человеческого развития? И как можно самостоятельно на них влиять, для того, чтобы притормозить? Потому что вообще всё, что рождено на планете Земля, оно должно умереть. Это естественный цикл. Ну дальше пойдём. Кризисы и оздоровительный процесс. Об этом также очень мало указывается. Что такое кризисы, какие они там бывают? То есть это своеобразные вехи в нашей жизни, в нашей, будем так говорить, оздоровлении. Потому что, смотрите, вот человек, он, знаете, представляет собой, это очень грубо, конечно, схематично, чтобы вы понимали, он представляет собой пластиковая бутылочка. То есть мы рождаемся 20 лет нам, мы выглядим красиво, всё у нас работает нормально. Но потом в течение жизни мы делаем глупые вещи, и у нас начинается вот это всё вот так вот искривляться, прогибаться. И мы уже выглядим не так красиво. У нас уже наш организм работает не так достойно, как он должен был работать. И вот мы с вами начинаем оздоровление. Оздоровление есть не что иное, как мы вновь восстанавливаем ту форму, те объёмы, те жизненные проявления, которые здесь находятся. То есть мы его наполняем энергией, и в результате происходит вот что. Слышали? Вот этот вот бум-бум! Это как раз кризис, когда резко идёт перестройка от вашего хронического состояния в нормальное. Далее вы набрались энергии, вам надо ещё что-то выровнять. Не хватает энергии, не хватает нужной жизненной силы. Бапс! И вот это новый кризис. И вы после него, вот этого шелчка, так сказать, вы начинаете чувствовать себя нормально. Ну это примерно так. Узнаете кризисы, какие они бывают, и что они означают в оздоровительном процессе. Глава пятая. Бионеретика человека, тайна за семью печатен. Знаете, вот я не стал там какие-то там заумные вещи, там, говорит, чакры, ещё что-то ещё. Это всё можно объяснить более просто, более ясно и более понятно. И, наконец, биосинтез основа жизни, здоровья и долголетия. Ознакомились с этими понятными, знаем, то есть, что во втором томе я вам предлагаю. Видите, какой подход. Нестандартный. Не такой какой-то там. А вот бегите, дышите, и будет вам счастье. И, наконец-таки, часть вторая. Средства и методы, увеличивающие биоэнергетику и биосинтез. То есть, зная теорию, как это всё работает, мы теперь можем подобрать соответствующие инструменты, вот эти средства, методы, с помощью которых мы будем влиять на биосинтез и биоэнергетику, добиваясь, чтобы они работали нормально, чтобы мы чувствовали себя комфортно. В понятие комфортно я вложу, что человек здоровый, он интересуется окружающим, у него всё по жизни, с деньгами, с отношениями, всё нормально. Вот что я вкладываю в понятие комфортно. А не то, что он лежит, грубо говоря, ест колбасу, смотрит телевизор, и вот считает, что это комфортно. Нет. Комфортно вы должны жить. Комфортно у вас должно работать ваш организм. Вам должно хотеться жить. У вас должны для этого, вы создали и все условия для того, чтобы вы жили и процветали. Вот что я вложу в понятие комфорт. И теперь пошли, смотрите, средства и методы, увеличивающие биосинтез и биоэнергетику. Что мы можем использовать для этого? Движение. Как оно работает? Как это всё работает? Пожалуйста, вот, ознакомитесь. Далее, голодание. А что голодание делает? А можно мне голодать насухо? А можно мне голодать фракционно? А можно мне ещё как-то голодать? Да вы прежде всего должны понимать, что это за инструмент голод, как он работает. А потом уже там, а то запутали, голодание на компотах, голодание там, ещё на чём-то. Дыхание. Какие виды дыхания бывают? Как они действуют? И, наконец-таки, водные процедуры, оказывается, они тоже действуют. Таким образом, целительные силы, номер два, позволят вам решить, не хочу сказать, что решить, ознакомиться со всем этим. И если у вас есть желание, по крайней мере, вам будет понятно, что и для чего применять. А не просто там, а можно мне мочу пить? А можно мне колбасу есть? А можно мне ещё что-то там делать? То есть, а можно? Чтобы вот это можно было понятно. На этом я заканчиваю. И, естественно, все видосы, которые я вот надиктовал, читая эту книгу, они будут к ней приложены. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовётся, и для всех людей даётся. Шелестят конфет, отбёрки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Ай! Реселись, реселись, реселись народ, наступает, наступает, Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он в таргерах пройдёт, радостью любого растёт, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждём, и под чёвкой не покалом ходит счастье в каждый дом. Ай! Реселись, реселись, реселись народ, наступает, наступает, Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он в таргерах пройдёт, радостью любого растёт, это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с карти, загадай своё желание, и под звонку ром-по-пэй. Ай! Реселись, реселись, реселись народ, наступает, наступает, Новый, Новый год. Ай! Реселись, Продолжение следует...